И теперь я хочу дать позвольте Жанну Бермартен, «Счукин коллекция и франко-советские культуры 1965-1969». До того, как коллекцию «Счукина» таким замечательным образом показали фон Де Луи Бутон в Париже в 2016-2017 годах, парижская публика уже была знакома, публика моего поколения и предыдущего поколения уже была знакома с ней определенным образом. СМИ всегда говорят нам, что какую-то выставку показывают либо впервые, либо в последний раз. А музеи тоже следуют такому же пути. Они либо говорят, что работы можно будет увидеть только впервые, раньше они были спрятаны и недоступны, либо же они говорят, что эта выставка будет самой последней и больше никто никогда не сможет собрать все эти сокровища вместе. Что, конечно, не совсем соответствует действительности, ведь мы знаем, что это вообще-то вопрос денег и бюджета, который необходим, чтобы собрать коллекцию шедевров. Когда первая выставка, где работы коллекции Щукина были показаны в Париже, прошла в июне 1954 года в Доме французской мысли. Эта выставка называлась «Пикассо. Произведение из музеев Ленинграда и Москвы», а также нескольких парижских коллекций. Работы Пикассо из музеев Ленинграда и Москвы и из некоторых парижских коллекций с 1900 по 1914 год. В коллекции было 49 работ, 37 из них происходили из Советского Союза. Среди них «Женщина с мандолиной», написанная в 1909 году, хранившаяся в Эрмитаже. Позднее я скажу, почему я упомянула ее сейчас. Франция была одной из первых западных стран. И сейчас попробую показать вам слайд. Да, спасибо. Вот так выглядел каталог той выставки. Франция была одной из первых западных стран, которая уже в 1957 году создала смешанный межправительственный комитет по культурному обмену с СССР. Заседание этого комитета проходило в начале каждый год, потом каждые два года. Выработал программы, которые стали основой культурного обмена до падения Советского Союза. Благодаря государственному покорительству и централизованной традиции во Франции было управление прекрасно адаптированное к культурному обмену с СССР. Это была дирекция по культурным связям при Министерстве иностранных дел, которая занималась контактами с Советским Союзом. Она имела возможность принимать решения, а также необходимым бюджетом, и поэтому выступала единственным партнером в порой сложных переговорах с Советским правительством. В истории культурного обмена особое место необходимо отдать французской национальной выставке, которая прошла летом 1961 года в Москве. Это была выставка достижений во всех сферах, но в отличие от других стран, таких как США, эта выставка не носила исключительно коммерческого и технического индустриального характера, но в ней был и большой культурный раздел. Ничего не продавалось, но многие книги были украдены, каждый день приходилось заменять, потому что организаторы предвидели стремление посетителей обладать французской литературой и сделали запас книг. В 1965 году выставки были проведены как в Музее изящных искусств Бордо, и затем та же самая выставка отправилась в Лубер, в Париж. Она называлась, как вы видите, шедевр французской живописи из музеев Ленинграда и Москвы. Это были шедевры французской живописи. На выставке было около сотни работ, среди которых были некоторые из коллекции Щукина. Четыре картины Дерена, три Марке, шесть Матиссов, семь Пикассо и один таможенник Руссо. И в то время это была самая важная выставка, которую СССР когда-либо проводил за границей. Благодаря коллекции Эрмитажа, участвовавшей в этой выставке, стало возможно показать преемственность эволюции французской живописи преимущественно XVIII века и начала XIX века. Говорили, что Эрмитаж это единственный наряду служебного музея, который вообще мог сделать такой сбор картин возможным. Гайтан Пиккун, знаменитый арт-критик при Министерстве культуры, написал во вступительной статье. Россия, будучи в постоянном контакте с французской живописью, не следовала по стопам французской школы живописи. Я лично считаю, что это утверждение странное и, в общем-то, ошибочное. Потому что Гайтан Пиккун, например, среди российских художников упоминает Репина и Врубеля. Он делает это очень неохотно. Он явно плохо представлял себе русскую живопись. И, возможно, социализм он представлял себе совсем отдаленно. И эти страны, эти разногласия существовали между обоими комитетами. Советский коммунистический режим обвиняли в избыточной бюрократии. Но посмотрите на слайды. Там было всего три организатора. А на французской стороне понадобилось 13 участников. Получается, что мы в бюрократии сильно превзошли советскую сторону. В рамках взаимного обмена выставка шедевров музеев Франции отправилась в Москву и Ленинград сразу после выставки в Париже. Эта взаимовыставка была отправлена Францией в СССР и включала моя работа из Лувра и региональных музеев. В первую очередь из Бордоу. Затем в 1966 году прошла очень крупная выставка работ Пикассо в зданиях Большого дворца и Малого дворца в Париже. Она была огромной и называлась «Омаж Пабло Пикассо». Опять же, вещи из Щукинской коллекции были прекрасно на ней представлены. Было девять работ. Шесть из Эрмитажа и три из Пушкинского музея. Обнаженная с драпировкой 1907 года. Натюрморт с черепом 1907 года. Две женщины с веером 1908 и 1909 года. Ваза с грушами. Женщина с мандолиной. Фабрика в селении Орта де Эбро. Портрет Амбруаза Валара. И скрипка, написанная в 1912 году. Опять же, коллекция Щукина действительно стала частью этого наследия, которое было по-прежнему очень обсуждаемым в то время. Пикассо еще не был таким героем, которым мы считаем его сегодня. Я очень хорошо помню ожесточенные обсуждения. И многие не хотели принимать его стиль и его талант. Затем, в 1971 году, прошла выставка Пикассо в Национальном музее современного искусства. До того, как он слился с центром Компиду, на ней было представлено 25 работ с периода с 1900 по 2013 годы. 20 из которых уже до этого были показаны на выставке 1954 года в музее, в Доме французской мысли в Париже. И сообщение о том, что ряд картин был передан Государственному музею современного искусства, пришло из министерства очень поздно. Я тогда был очень молодым куратором. И я должен был в спешке освободить два зала музея современного искусства, где мы должны были развесить работы Пикассо. Опять же, там появилась женщина с мандолиной 1909 года из Эрмитажа. Затем, в 1978 году, прошла выставка под названием «От Ренуара до Матисса». 22 шедевра из советских и французских музеев в Большом дворце. Фактически работ было даже 24, потому что в последний момент были добавлены два рисунка Гогена. 13 работ поступили из Парижских музеев и коллекций, а 11 из СССР, среди которых 4 когда-то принадлежали Щукину. Это небольшая, но очень хорошо сделанная выборка куратором Хелен Адемар, которая возглавляла Национальную галерею Де-Жепом, в которой находились картины импрессионистов, впоследствии отправившиеся в музей Торсе. 8 картин позволяли сравнить работы, поступившие из обеих стран. Например, женщина с мандолиной Пикассо висела рядом с сидящей женщиной, написанной в тот же год из Национального музея современного искусства в Париже. И мы видим, что женщина с мандолиной 909 года из Эрмитажа экспонировалась в Париже 4 раза, в 55-м, 66-м, 71-м и 78-м. Очевидно, ей очень понравилось играть и петь в Париже. Она чаще всего прилетает в Париже, Санкт-Петербург, и ее стоит за это наградить. Наверное, она так устала от этих перелетов, что в 2016 году до Парижа она так и не добралась, и не была представлена на экспозиции в фонде Луи-Бето. Но сложилась парадоксальная ситуация. Российская публика в Москве и Санкт-Петербурге знала о французском авангарде в начале 20-го века намного лучше, чем знала собственный русский авангард того же периода. И эту ситуацию исправила двойная выставка Париж-Москва в 79-м году и Москва-Париж в 81-м году. До того, уже в 1978 году, были признаки изменения взаимоотношений с Парижем. Для открытия музея современного искусства в центре Помпиду в феврале 77-го года российский музей из Ленинграда отправил на выставку портрет его жены Малевича. Несколькими месяцами спустя вознаменование 60-й годовщины существования СССР выставка «60 лет советской живописи» прошла в Большом дворце с июля по ноябрь 77-го года. В нее вошли две картины Малевича, но в каталог они не вошли, которые должны были продемонстрировать его эволюцию от абстракции и супрематизма к реализму. Это был его автопортрет в образе художника эпохи Возрождения. Оба портрета, его портрет и портрет его жены, доставили из русского музея. Они посетили Париж, и пара наконец-то воссоединилась там на несколько недель. Они были всего в 15 минутах друг от друга. В 1976 году Понтус Хильтер провел в Москве первые переговоры с сотрудниками Министерства культуры СССР насчет своего проекта, выставки, которая тогда называлась «Париж, Москва, Берлин». А в конце концов она была реализована как «Париж, Берлин и Париж, Москва». Он вернулся из Советского Союза, с этих переговоров, с ощущением прорыва, и он был уверен, что ему разрешат взять несколько произведений Гогена, Пикассо и Матисса из коллекции «Щукин». Мы ему сказали, что все замечательно, но мы же ожидали не этого. Мы, как кураторы, хотели получить разрешение, чтобы Советский музей дали нам возможность взять на выставку «Русский авангард». И поэтому мы сами поехали снова в Москву и начали долгие переговоры об организации этой выставки. Благодаря этой продолжительной, иногда затрудненной, но все-таки дружественной паре совместной работы, мы смогли организовать историческое событие, которое прервало длительную изоляцию такой важной части русского искусства, как авангард. В какой-то момент, когда мы вновь и вновь продолжали настаивать, выдать нам больше произведений авангардистов, Малевича, это длина и так далее, Александр Халтурин, главный куратор советской стороны, сказал, ну ладно, в конце концов, они же никого не убили. И тогда мы поняли, что мы движемся в правильном направлении и что цели у нас общие. Выставка «Париж-Москва» состоялась в центре Помпиду в 79-м году. И опять же, на ней были представлены шедевры из щукинской коллекции. Девять картин Пикассо, пять матиссов, один Дорен, один Фламенк. Среди матиссов был танец и замечательный триптих из коллекции Морозова «Кисти Боннара». И позвольте мне теперь в качестве завершения этого исторического экскурса рассказать историю из моего собственного опыта. Я был директором музея-кунстпаласта Дюссельдорфе с 2000 по 2006 год. А в 2007 году в кунстпаласте, куда я только что ушел, была открыта выставка «Бонжур, Россия», «Бонжур, Русланд». С одной стороны, Россия участвовала в этом и «Газпром» как патрон. И вот господин Мидельшульте, который стал членом Птического совета в этот момент в Сельдорфе, захотел, чтобы я повторил в музее выставку «Париж-Москва», хотя я не собирался этого сделать. И он хотел, чтобы мы притворились, что эта выставка будет первым в истории случаем сотрудничества четырех больших музеев Москвы и Санкт-Петербурга. Но на самом деле это было не так, потому что мы наводили такое сотрудничество уже в советское время в Париж-Москве. Он выставил мне целый ряд условий, количество посетителей, что обязательно надо 300 тысяч человек обеспечить, и я должен был это обеспечить. Все это превратилось в какое-то сплошное политиканство, и я на этот момент решил уйти из музея Кустпаласта в Сельдорфе. Я до сих пор не понимаю, почему он назвал эту выставку «Бонжур, Россия». Для меня это был «Бор-э-Вуар». Итак, для меня большая радость рассказать вам эту историю прошлого сотрудничества и снова продолжать сотрудничество с московскими коллегами в более мирной и дружелюбной атмосфере. Благодарю вас. Спасибо.